Цыганочка с выходом, а точнее на выход. В Пермском районе могут снести незаконно возведенные представителями табора жилые дома. Под ковши экскаватора попадают более трех десятков построек в деревне Федотово Култаевского сельского поселения. Для Ромала это уже второй случай, когда их вынуждают сниматься с насиженных мест. В 2014 году по решению суда уже сравняли с землей дома в поселке Камский. На месте побывала Елена Яговцева. Они хотят наши дома ломать. Хватит нам, владите нашим положением, пожалуйста. Только почувствовали себя оседлыми, как попросили с вещами на выход. Табор обосновался в Култаевском сельском поселении три года назад. Представители цыганской диаспоры купили у некого частника землю по стоимости 1 сотка 10 тысяч рублей. Получили свидетельство о праве собственности и возвели эти постройки. Провели электричество, детей записали в школу. Дома построили, все стратили, все стратили. Пособие, детки, все, все. У меня колечки были, последнее все продала, построила дом ничем. Даже дети ходят в школу, все законно. Молодите в школу. Только наладился быт и как гром среди ясного неба, иск о выселении и принудительном сносе самовольных построек. В суд обратились представители районной администрации. Подал на нас суд. Вы там незаконно построились, там нельзя жить. И мы не знаем, почему нельзя жить, если они нам дали этого добра, если нам оформили это место все официально. Как выяснилось, что по правилам на этой территории нельзя строить жилые дома. Участок можно использовать лишь для земледелия, выращивать капусту или, к примеру, тепличные огурцы. В данной территориальной зоне не предусмотрено индивидуальных и садовых жилых домов. Она предполагает осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. При этом допускается размещение зданий, сооружений, не являющихся объектами недвижимости, используемых для хранения инвентаря и сбора урожая. Самовольная постройка возведена без получения разрешения на строительство, без подтверждения соблюдения строительных норм и правил и подлежит сносу. Пока суд вынес решение о сносе только трех жилых домов, но уже готовятся документы и на остальные постройки. Похожая история произошла семь лет назад. Бульдозер сравнял с землей так называемый цыганский поселок в Орджоникидзовском районе. Только в том случае причина сноса заключалась в том, что самострой был возведен на муниципальной земле. И не было никаких удостоверяющих документов. Сейчас, по словам Ромалы, картина иная. Там был самострой, но тут-то мы купили землю. У нас собственность на руках оформлена. И теперь мы хотим просьбу, чтобы нам город как-то помог губернатор. Да стучаться до губернатора хотим. У нас у каждой семьи по семь, по восемь детей, у кого по десять. И куда мы пойдем. Местные жители все же надеются узаконить эти постройки, а именно убедить представителей власти внести документальные изменения в принадлежащие им на праве собственности земельные участки. Елена Иговцева, Михаил Чуватов, Телевизионная служба новостей.